Какой формат кофейни выбрать? На этот вопрос в этом видео мы попробуем ответить. Мы просто покажем, какие форматы кофейн открываем мы, и вы в этих форматах, возможно, что-то для себя уловите, возьмете, позаимствуете. В общем, в этом видео будут разные форматы, и их плюсы и минусы по нашему субъективному мнению. Это видео концептуально поделится на две части. Первая часть будут островные форматы, вторая часть будет стационарные форматы. В чем прям вот разница? Островные, понятно. Остров 4, 6, 10 квадратных метров. Стационарные это какие-то локации, в которые мы заехали, и с большой долей вероятностью мы не сможем это все перевести куда-то в другое место. То есть мы вложились там в ремонт, в стены, в коммуникации и так далее. И начнем мы с первого формата островного, это кофешоп. И символично будет начать с нашей первой торговой точки, которую мы открыли в 2017 году в формате магазина-кофейни на 4 квадратных метрах. Какие плюсы данного формата? Во-первых, это высокий средний чек, сейчас посетит 350 рублей, и достигается это за счет того, что мы готовим напитки с собой, а также продаем продукцию людям домой. Нужно меньше стартовых инвестиций, достаточно несложно найти место. И если вот на каком-то конкретном месте у вас не пошло, можно взять торговую точку и принести ее куда-нибудь в какой-то другой торговый центр, или бизнес-центр, или куда-нибудь еще. Следующий формат, который очень близок к первому, но мы его выделили в отдельную категорию, не будем его показывать, но о нем поговорим. Это классический формат кофе с собой, это классический формат кофе to go. Примерно такая же островная тема, но кофе to go еще может быть и часто бывает с окном. То есть это когда там какая-то очень проходимая улица, или когда стоят киоски, к которым можно подойти, откроют окошко и приготовят тебе там кофе или чай. Плюс у этого формата схожи с кофешопом, за исключением, наверное, среднего чека. То есть здесь он будет ниже, потому что вы продаете только напиток. А вот к минусам я бы добавил еще ощущение, когда ты в минус 20 стоишь у окна, заказал кофе и ждешь 5 минут, пока Борис тебе его приготовит. Зимой, когда холодно, когда вы продаете вот через окошко, принятие решения, где попить кофе, зачастую не у вас происходит. И когда продаешь через окно, особо не получается допродавать. То есть допродавать, когда ты стоишь вот с человеком вот так вот близко, гораздо легче. Я имею там батончик с собой, там пачку кофе или чая с собой. То есть какой-то апсел сделать, помимо простого заказа. Как я уже говорил ранее, в этом плейлисте мы выпускаем одно видео в неделю. Если вы не хотите пропускать последующие, то прямо сейчас лучше подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы YouTube присылал вам уведомления о выходе нового видео. А если у вас открытие вот прямо на носу и вам нужно больше информации, то вы можете сделать две вещи. Первая вещь, это оставить на сайте заявку, скачать бизнес-план и получить чек-лист по открытию кофейни. Там же будет еще финмодель, можно будет посчитать приблизительную прибыль своей будущей кофейни. И второй момент, зарегистрироваться на бесплатный вебинар, который мы проводим по средам. Это живые вебинары, он так и называется, как открыть кофейню. В общем, две вещи, которые вы можете сделать, если у вас не в моготу. Следующий формат очень интересный, по крайней мере, мой, наверное, сейчас любимый, потому что новый. Автоматизированная кофейня, давайте посмотрим. Следующий формат, это автоматизированная кофейня. Почему автоматизированная? Потому что гость сам варит себе кофе. Заходит на точку, выбирает объем, выбирает напиток. Кофе-машина ему говорит, что нужно оплатить. Человек прикладывает телефон, оплачивает. И этот суперавтомат, который стоит, как однушка в Рязани, варит ему шикарный напиток. При этом формате мы также продаем и продукцию. Чай, снейки, кофе и продукцию купить сильно проще, чем при простом формате. Потому что человек может взять пачку, отсканировать штрих-код, приложить телефон, положить пачку в сумку или в пакет и пойти по своим делам. Какие плюсы у этого формата? Первый плюс, нет воровства. Нет наличных абсолютно, только без наличной оплаты. Второй плюс, зависимость от кадров не такая высокая, как в обычном формате. Потому что бариста не варит сам кофе, и он его не настраивает. Эту машину можно настраивать сильно дистанционно. Находясь в тысячи километров от нее, можно настроить рецепт, а человек на точке может просто пробовать и оценивать его. То есть, ему не надо настроить каждый день помол и варить напиток каждому гостю. Что же делает человек на этой точке? Во-первых, это консультант. То есть, он консультирует гостей, которые не знают, как сварить напиток, какие пачки выбрать. Он проводит дегустации. Помимо этого, он еще охраняет торговую точку, чтобы ничего отсюда не утащили. И третья функция, это мерчендайзинг. Борис следит за тем, чтобы на точке все было на своих местах. Переходим к минусам. Минус у такого формата, пожалуй, один. Это старт инвестиций. Их нужно сильно больше, чем при формате кофешопа. Едем дальше. Конкурс. В этом плейлисте мы приняли решение разыгрывать нашу пробную партию продукции. Там будет кофе, чай и пачка снеков. Условия, как всегда, предельно простые. Лайк, подписка и любой комментарий к этому видео. Смотрим дальше. У нас остается еще два формата. Они будут оба стационарные. Следующий формат – кофейня с посадкой. В этом случае мы также продаем продукцию. И готовим напитки. Но у нас больше места, и мы можем сделать кухню. И помимо трафика кофе с собой, мы еще захватываем аудиторию людей, которые хочут поработать, с кем-то встретиться или просто отдохнуть. Какие минусы? Даже не минусы, а нюансы. Во-первых, нужно больше стартовых инвестиций на открытие. И как показала наша практика, найти крутое место для полноценной кофейни сложнее, чем для островного формата. И за финальный мы сегодня форматом, который, как нам кажется, в ближайшее время будет хорошо распространяться по городам нашей страны. Потому что у него есть один козырь в рукаве. Это кофейня ростерия. Это когда ростер стоит у вас в кофейне, и вы сами жарите кофе. Какие минусы? Во-первых, сложнее найти и подготовить помещение. И во-вторых, нужно больше инвестиций. Если говорить про плюсы, то это, конечно, вау-эффект. То есть гости видят, что вы жарите кофе прямо здесь, в кофейне. Будут фотографировать, снимать видео, выкладывать в себя в социальных сетях, тем самым продвигая ваше заведение. Второй плюс – это экономия. Теперь вы сами являетесь обжарщиком, и килограмм кофе для вас становится дешевле. И третий плюс – это дополнительные форматы мероприятия, которые вы сможете проводить. Например, мастер-классы по обжарке кофе. Это когда к вам приходят гости, и вы вместе обжариваете зеленый кофе. Показываете, куда загружать, как выбирать рецепт, и в целом, как происходит этот процесс. И, скорее всего, это будет самый вкусный кофе в их жизни, потому что они сами его пожарили. Конечно, мы не рассказали про все форматы, которые существуют, я имею в виду, в формате кофеин. Есть еще в велокофейне, есть кофейне в автомобилях, когда машины на газу работают, и открываются двери, и готовится кофе. Есть какие-то там фудтраки в виде кофеин. Мы показали те, которые открываем сами. Открываем сами те форматы, которые считаем наиболее прибыльные и масштабируемые. Но, если у вас есть крутой кейс вот в этом формате других кофеин, то обязательно напишите об этом в комментарии. Всем будет интересно почитать. Вот такое получилось видео. Если понравилось, лайк, подписка, комментарий. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!